Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем цикл бесед по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. Первое послание Коринфянам – это книга Нового Завета, адресованная христианам города Коринф. Но, несмотря на то, что это послание называется первым, на самом деле оно является вторым, потому что в самом этом послании, первое послание Коринфянам, пятая глава, девятый стих, Павел пишет «Я писал вам в послании», то есть писал ранее. Но так как это послание Павла не сохранилось, мы называем первым посланием Коринфянам то, которое будем изучать. После отъезда Павла, Павел проповедовал в Коринфе, он, по сути дела, создал эту церковь, в Коринфе начал проповедовать некий Аполлос. И Аполлос внес некую сумятицу в жизнь коринфских христиан. Так что церковь в Коринфе, она раскололась на партии, партия Кифы, то есть апостола Петра, партия Павла и партия Аполлоса. Об этом мы читаем в первой главе, двенадцатый стих. И в этом послании содержится пожелание Павла опять отправиться в Коринф для того, чтобы установить там долгожданный церковный мир. Апостол Павел упоминает Тимофея, своего соработника, который должен предварить самого апостола. Об этом говорится в четвертой главе, девятнадцатый стих, первого послания к Коринфянам. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Коринф ныне первый город Греции. В древности славился многими удобствами жизни и в особенности богатства. Потому один из внешних языческих писателей назвал его богатым местом. Он лежит на Пелопонесском перешейке и был весьма важен в торговом отношении. Также был наполнен множеством риттеров и философов. И один из семи так называемых мудрецов происходил из этого города. Это сказано нами не из тщеславия и не с целью показать ученость, что в самом деле за важное дело знать это, но потому, что имеет отношение к предмету послания. «Много пострадал в этом городе Павел, здесь ему явился Христос и сказал, «Но говори и не умолкай, потому что у меня много людей в этом городе». Здесь Златоуст цитирует книгу «Деяний святых апостолов» в 18 главу с 9 по 10 стих. Златоуст продолжает. Здесь он, то есть Павел, оставался два года. Здесь был изгнан злой дух, от которого иудейские заклинатели много потерпели. Здесь рассеявшиеся жители, собравшие волшебные книги, сожгли их по исчислению на 50 тысяч драхм. Здесь же при проконсуле Галеоне Павел был бит перед судилищем. Это то, что нам пишет Златоуст. А теперь посмотрим, что пишет Ефрем Сирин. «Когда Евангелие через Павла достигло до Коринфян, и они получили духа, ими овладело надменное тщеславие из-за благодатных даров духа. И начал каждый из них стараться о том, чтобы привлечь к себе ближнего своего. И как только учитель приобретал какого-либо ученика, он тотчас же спешил крестить его, дабы кто другой не предупредил крещением его и не назвал его своим именем. Хотя и новые учения проповедовали эти люди, но предпочитали прежний образ поведения». Ефрем Сирин обращает внимание на то, что этот город, точнее христианская община этого города, она разделилась на некие такие партии, группировки, то есть признак раскола обозначился. И каждый, хотя и крестил во имя Святой Троицы, он крестил и как бы во имя себя. Ну, не в буквальном смысле, а в переносном. Феодорит Кирский писал, «Первым спасительную проповедь коринфянам принес богомудрый Павел и провел у них много времени, по ясному повелению Господа, ибо Господь сказал ему, «Говори и не умолкай, потому что у меня много людей в этом городе». И так по прошествии года и шести месяцев апостол пошел для проповеди в другие города, а коринфяне предались софистическим прениям и честолюбию, разделились на многие партии, поставив учителями красноречивых мужей. Каждая партия восхищалась своим учителем и спорила о них друг с другом. Один же из этих славящихся красноречием отважился на великое беззаконие, потому что сожительствовал с мачехой, а принадлежавшие к его партии не обращали на это внимания, но восхваляли только красноречие. Переписка апостола Павла с коринфянами датируется временем Третьего миссионерского путешествия. Это с 54 по 58 год. Известное нам первое послание написано из Эфеса, весной 57 года. Теперь поговорим о содержании первой главы этого послания. В этой главе содержится первое предисловие или введение ко всему посланию. Это с 1 по 9 стих. Второе. Говорится о том, что послужило главным поводом для написания послания, а именно разделение между коринфянами и их источник. Это с 10 по 13 стих. Третье. Отчет о служении Павла среди них, состоявшим в основном в проповеди Евангелия. Это 14 по 17 стих. И четвертое. Метод, употребляемый апостолом в проповеди Евангелия и различный успех его, а также описание того, как этот метод замечательно содействовал прославлению Бога и унижению гордости и тщеславия людей. Это 17 по 31 стих. И мы с Божьей помощью читаем начало этого послания. Павел, волею Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Итак, Павел представляется, как это было принято в античные времена, и обозначает адресата, к которому направлено это послание. Под адресатом он имеет в виду то, что он пишет Церкви Божией, находящейся в Коринфе. Блаженной памяти священник Данил Сысоев пишет, «Послания к коринфянам обращены к Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Павел и Сосфен обращаются к Церкви Божией в Коринфе, и здесь появляется очень важный момент. Часто протестанты, сектанты говорят, что Библия написана для всех. «Мы этого в Библии не видим», пишет отец Данил Сысоев. «Смотрите, кому обращено это послание. Оно написано для Церкви Божией в Коринфе и также для всех призывающих имя Господа нашего Иисуса Христа, то есть для Вселенской Православной Церкви. Библия не обращена к людям, находящимся вне Церкви. Библия – это Слово Божие, данное народу Бога Церкви Божией. В самом деле, с еретиками о Библии спорить нечего. Библия – это книга Церкви, для Церкви написанная. Сам текст Библии об этом говорит. Церкви Божией, находящейся в Коринфе». Отец Данил Сысоев озвучивает здесь точку зрения учителя Церкви Тартулиана. Тартулиан называл хищением, когда еретики брали наши священные книги и цитировали их, потому что Тартулиан искренне верил в то, что книги Священного Писания – это книги Церкви. Сначала в Ветхозаветной, потом по преемству через Бога Человечества Христа – Новозаветной. Конечно, мы обратили внимание на то, что сказано призванным святым, но в то же время в этом же послании 5 глава 1 стих сказано «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников». Как совместить одно с другим? Павел приветствует всю Церковь как собрание святых, и в то же время далее он говорит «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние». На самом деле святость, она не проистекает от наших поступков. Святость – это отражение Христа в жизни Церкви. Христос сопутствует нам во все дни до скончания века через церковные таинства, которые как раз помогают нам преодолевать грех и одерживать победу над властью дьявола. Поэтому и сейчас, если мы веруем в святую, соборную и апостольскую церковь, то вера обозначает то, что мы проявляем уверенность в невидимом. Как апостол Павел говорит, «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Следовательно, если мы верим в святость церкви, а это часть никейцерградского символа веры, во-первых, мы должны осуществлять в своей жизни эту святость, как сказано, вера есть осуществление ожидаемого и при этом иметь и сохранять уверенность в невидимом, то, что может не лежать на поверхности, потому что на поверхности обычно мы видим то, что может соблазнить и нас самих, и других людей. Далее апостол Павел пишет, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем всяким словом и всяким познанием». На самом деле это обличительное послание, но те слова, которые мы видим вначале, это слова ободрения. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Если же мир от благодати, то что ты высокоумствуешь, что надмиваешься, ты спасающийся благодатью? Если ты в мире с Богом, то для чего приплетаешься к другим? Это ведь значит производить разделение. Для чего, если вы в мире с тем или другим обладаете благодатью? Я желаю, чтобы от Бога было вам то и другое, от Него и для Него. То и другое не будет твердо, если не произойдет отмановение свыше, и если не будет относиться к Нему, то есть к Богу». О чем здесь рассуждает святитель Иоанн Златоуст? Он рассуждает о том, что так как коринфские христиане поделились на разные группировки, партии, можно сказать, секты, они, конечно, тяготились этим настоящим состоянием, но при этом они хотели сохранять мир с разными группировками и мир с Богом. Но не всегда можно сохранять мир с Богом ценой мира с людьми, которые впадают в какие-то страсти, потому что любые разделения в церкви – это результат стремления к первенству. Далее апостол Павел пишет, это 6 стих, «Ибо свидетельство Христова утвердилось в вас». Что это значит? Второе послание к коринфянам, 3 глава, 3-4 стих, тут же Павел говорит, «Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». То есть каждый христианин он содержит в себе свидетельство Христова, по нам судят о нашей вере, о нашей церкви и о самом Учителе нашем. И если мы делимся на разные партии, группировки, секты, это совершенно недопустимо. Мы не являем миру единство в любви, пребывая в каком-то постоянном конфликте один с другим. Иногда это не только в рамках поместных церквей, иногда между одной и другой епархией, а иногда на одном и том же приходе присутствует дух разделения. И это всегда результат стремления как с одной, так и с другой стороны к первенству. Раскол – это всегда преступление двух сторон участников того или иного раскола. Одни проявили гордыню, другие мстительно начали действовать в своих собственных интересах. Итак, мы прочитали «Свидетельство Христово утвердилось вас» и далее идет седьмой стих «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Что значит «вы не имеете недостатка ни в каком даровании»? Блаженный Иероним Стридонский пишет «Хотя мы не испытываем недостатка в дарах, мы тем не менее ожидаем явления Господа нашего Иисуса Христа, который тогда нас укрепит во всем и представит нас безупречными. Настанет день Господа нашего Иисуса Христа и конец мира, и тогда никакая плоть не станет хвалиться в очах Господа». Блаженный Иероним развивает здесь очень важную мысль, он говорит «Уже сейчас мы не имеем ни в чем недостатка, а вот когда придет Христос, тогда вот эти последние распри одних христиан с другими, они совершенно прекратятся». Почему они совершенно прекратятся? Ну, никто не захочет стремиться к первенству в присутствии Христа, который есть глава Церкви. и распри, они неизбежно прекратятся. И Павел здесь пишет «Ожидая явления Господа». То есть мы имеем как бы очень много в этой жизни, пребывая в Церкви, но при этом мы ожидаем явления Господа для того, чтобы окончательно оказаться под его властью. Известный библеист, профессор Десницкий поясняет, «Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, буквально открытие, откровение указывает на второе пришествие Христа». То есть мы не просто ожидаем пассивно, нет, мы совершаем открытие, мы переживаем общение с Божественным откровением, не просто сидим и ждем, мы действуем. И далее мы читаем восьмой стих «Который», то есть Христос, «и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть когда Господь придет, тогда будут восполнены все недостатки, все споры прекратятся, и мы обретем искомое единство под головою Церкви Иисусом Христом, который утвердит нас до конца. О блаженной памяти священник Даниил Сосоев пишет, «Или проще, который и упрочит вас, сделает безупречными в день Господа нашего Иисуса Христа. Видите, что с христианами в конце мира произойдет? Чем будет страшный суд для верных Богу христиан? Для верных христиан день суда тоже важен. Этот день станет днем, когда их добродетели навсегда станут прочными, а сами люди потеряют возможность погрузиться во зло, потеряют возможность разложиться, сгнить, а не станут прочными силой Иисуса Христа, разве не здорово? На самом деле нормальный христианин только об этом и мечтает, чтобы не было ни искушений, ни колебаний, ни дьявольских нашептываний, ни наущений, а чтобы твердо быть в слове Христовом. Вот за все это благодарит апостол. Действительно, братья и сестры, как бы мы ни наслаждались благодатными дарами, то, что сообщается нам через таинство церкви, абсолютно мы обретаем совершенство в день пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И как после размежевания между ангелами, когда одни сохранили верность Богу, а другие отпали от Бога, ангелы уже ничего не могут изменить в себе, так и при пришествии Иисуса Христа те, которые скончаются или доживут до этого времени, пребывая в благочестии веры, они обретут устойчивость. Вот нам всем не хватает устойчивости. В начале дня мы можем чувствовать духовный подъем, намерение бороться с грехом, а под конец дня расслабление и нежелание даже молиться. Постоянство мы обретем во Христе и со Христом. Девятый стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». И далее десятый стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Сначала Павел, святой Павел, пишет о том, что верен Бог, но Бог не изменяем. А далее он умоляет верующих христиан именем Господа Иисуса Христа, чтобы они пребывали в единодушиях, говорили одно, и не было чтобы между ними разделений, но чтобы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Это очень важно, но всецело, как я уже сказал, вот такое единение мы обретем в день явления Господа нашего Иисуса Христа. И вот эти внешние разделения, они исчезнут, ибо наши партийные перегородки, они до небес не доходят. Павел далее высказывает свою боль, «Ибо от домашних хлоинах сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры, я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос?» Павел пишет, «Разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились?» Блаженной памяти отец Даниил Сысоев комментирует эти слова, «Если не может делиться Христос, как же может делиться Его тело, Церковь? Как смеете вы делить тело Христово? Как смеете рвать живую ткань тела Господня? Кто дал вам такое право?» Святитель Феофан пишет, «Одних этих вопросов достаточно было, чтобы разорить паутинные сплетения коринфских мудрецов. Апостол не доказывает, а только предлагает вопрос в знак очевидной нелепости, заключающейся в нем мысли». Павел действительно как бы юрничает, он произносит свое имя, потому что из его имени сделали партию, группировку, секту. И он говорит сначала о том, что такая проблема есть. Потом говорит о том, что есть группировка Аполлоса, есть группировка Кифы, то есть апостола Петра, тоже первоверховного, как и апостол Павел. То, что он не щадит как бы и себя в этих словах, и он задает вопрос, который уже предусматривает ответ. Это очень важно. Разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились? В одни жизни святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского была секта ионитов. Они почитали Иоанна Кронштадтского чуть ли не богом Саваофом и считали, что самый легкий способ попасть в рай это броситься под экипаж, в котором едет святой праведный отец Иоанна Кронштадтский. Никто не причинял Иоанну Кронштадтскому такую боль, как эти сектанты иониты. Какая же боль для Христа разделение его тела, хотя с точки зрения теологически разодрать тело церкви невозможно. И хотя некоторые группы христиан считают себя совершенно отделенными от других групп христиан, но при том, что они почитают одного и того же Христа, исповедуют одни и те же догматы, это обнаруживает их духовное единство одного с другим. В наше время мы тоже наблюдаем разделение между поместными церквами, патриархатами, и это не может не вызывать беспокойство. Апостол Павел 14 стих восклицает «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». Профессор Десницкий пишет «Вхождение в христианскую общину происходит через крещение, которое в свою очередь подразумевается распятие со Христом. Возможно, коринфяне особенно почитали того, кто крестил их, как участники языческих мистерий почитали посвятившего их Иерафанта». То есть это был рецидив языческого мировосприятия. Ведь когда мы крестимся, мы крестимся во имя Святой Живоначальной Троицы, и мы напоем «Во Христа крестившись, во Христа облеклись». Облекаемся не в Павла, не в Аполлоса, не в Кифу, во Христа, вступая в его Христа тело. И апостол Павел благодарит Бога, что он никого не крестил, кроме Криспа Игая. И далее он пишет «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Что значит «Ибо Христос послал меня не крестить». Если перед своим вознесением на небо Христос говорит «Идите, проповедуйте, крестите». Имеется в виду то, что в те времена крещения проходили взрослые. Если дети крестились, они крестились вместе со взрослыми. Поэтому важно было не просто крестить, но сначала научить благовествовать. Павел обращает внимание, что благовествовать надо не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Здесь риторский талант совершенно был ему не нужен, потому что эллины отличались хитросплетением слов, софистикой, рассуждений, но все это могло навести некий туман, а главное проповедовать Христа и притом распитого, это девиз апостола Павла, а здесь он пишет, что он благовествовал не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, то есть надо говорить по существу. Профессор Десницкий объясняет слова благовествовать не в премудрости слова, Павел противопоставляет благовестие ораторскому искусству, по-гречески София, мудрость, премудрость, означает здесь риторический метод убеждения искусно составленную речь. Сейчас это означало бы нейролингвистическое программирование, то есть манипуляция со словами. Это совершенно недопустимо для христиан воздействовать на подсознание людей, это был бы актом мошенничества, поэтому Павел настаивает на том, что он избегает словесных манипуляций, он вещи называет своими именами. И Господь наш Иисус Христос учит нас, что мы должны проповедовать так, чтобы да, это было бы да, нет, это было бы нет, а не так, что утром мы говорим да, а к вечеру нет, или наоборот. Далее Павел продолжает. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть безумие, а для нас спасаемых сила Божия, ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Итак, апостол Павел видит, понимает, осознает, что простота евангельского слова, его благоествование, она смущает некоторых людей, которые любую концепцию оформляют в обрамлении неких хитросплетений словесных, но Павел хочет говорить понятно и ясно. Святитель Иоанн Золтаус пишет, так как у язычников крест подвергался осмеянию, да язычников крест это висельница, то они вероятно называли учение о нем противным своей мудрости и несогласным со своим учением. Потому Павел вразумляя говорит, не почитайте его странным и нелепым, это дело по свойству своему таково, что погибающие не могут постигнуть силы его, так как они потеряли ум и впали в безумие. Потому они приносят поношения и ненавидят спасительные врачевства. Что ты говоришь, человек, Христос сделался рабом, да, приняв для тебя образ раба, да, был распят и воскрес. Следовало бы поклониться воскресшему и подивиться его человеколюбию, так как все то, чего не сделал для тебя ни отец, ни друг, ни сын, сделал он Христос для тебя, своего врага и оскорбителя. Следовало бы удивляться ему, Христу, за это, а ты называешь безумием дело, исполненное такой мудрости. Неудивительно погибающим свойственно не познавать того, что ведет к спасению, поэтому не смущайтесь, нет ничего странного и неожиданного в том, что безумные смеются над великими предметами. Далее мы читаем, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу еродством проповеди спасти верующих. О чем это? Это о том, что Бог многоразлично и многообразно свидетельствовал в пророках. Бог давал законы как некую стройную систему заповедей, Бог собеседовал с людьми через пророков, которые давали великие откровения, но все это не действовало на людей. И тогда Бог делает невозможное. Он нас ради человека, нашего ради спасения становится одним из нас. Как Павел пишет, подобен нам во всем кроме греха. И это выглядит как безумие, это невозможно понять, как один иудей пожилой мне говорил, как вы себе представляете, что Бог стал человеком? Разве может слон залезть в спичечную коробку? Это же безумие. Да, это безумие, но это священное безумие. И дай Бог нам всем оказаться такими безумными, как в свое время учитель церкви Тартулиан восклицал «Верю, потому что абсурд». В том смысле, что это не укладывается в мою логику, это значит, что это не рационально выведенная истина, а явленная с небес. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благогодно было Богу и родством проповеди спасти верующих». Афанасий Великий пишет, «Поскольку люди, уклонившись от умозрения о Боге и словно погрузившись в глубину, устремляя очи долу, стали искать Бога в тварном и чувственном, воображая себе богами смертных людей и демонов, то человеколюбивый и всеобщий Спаситель, Божие Слово, приемлет на себя тело, живет как человек среди людей и принимает чувства всех людей, дабы те, кто мыслит о Боге в телесном, уразумели из того, что Господь производит своими телесными делами истину, и через него дошли до мысли об отце». Конец цитаты. Здесь Афанасий Великий затрагивает очень важный вопрос. В какой-то момент люди действительно стали обожествлять других людей и даже животных. И тогда Христос как бы в ответ на это их безумие воплощается как один из нас. Он этим актом юродства как бы говорит, вы поклоняетесь твари вместо Творца, смотрите, я среди вас как один из вас. Но через Христа мы имеем доступ к Богу Отцу безначальному. В самом Христе раскрывается для нас Бог, о котором сказано Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Павел продолжает «Ибо иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрые Божия премудрие человеков и немощное Божие сильнее человеков». Блажен Августин пишет «Не было другого пути, чтобы эту евангельскую истину могли принять некоторые философы и ораторы. Они ведут образ жизни, который не соответствует истине, а является лишь ее подражанием. Так они обманываются сами и обманывают других». То есть понимание Августина «Бог должен был настолько приблизиться к людям, что стать одним из нас». И хотя это представляется как безумие, действительно, как заключить слона спичечную коробку, но нет невозможного для Бога. я участвовал в некоторых встречах с мусульманами, и когда мы говорили о том, что Бог стал человеком, один очень уважаемый Алим, ученый мусульманский, он сказал, «Для Бога это невозможно стать человеком». Я обратился к нему и сказал, «Вы представляете, что вы говорите? Вы говорите, что для Бога что-то невозможно». Этот человек испугался. Он сказал, «Ну, может быть, вы не так меня поняли? Для Бога все возможно». Павел пишет 26 стих по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Блаженной памяти священник Данил Сосоев пишет «Да, были и раньше и сейчас есть ученые, верующие в Бога, были и есть властители, верующие в Бога, были и есть благородные люди, верующие в Бога, но их немного. Они полагались на свою мудрость, на свои силы, но ничего не смогли сделать. Бог специально выбирает слабеньких, немощных, бессильных, ничего незначущих. Иногда нам говорят «Давайте проповедовать только элите, высоколобым мудрецам, вот их обратим, тогда за ними все пойдут, а Бог как бы говорит, а я не так сделаю, я обращусь ко всем и сделаю победу через бедняков, безродных, необразованных, чтобы никакая плоть не смогла хвалиться передо мной». Итак, Господь избирает немощное, ничего незначущее, чтобы посрамить значущее. и лучшие из нас, которые могут иметь образование, какие-то таланты и способности, для того, чтобы они не превозносились, каждому из нас дано некое жало вплоть, как апостолу Павлу было дано жало вплоть, когда он испытывал одни и те же соблазны и искушения, и это смиряло его. И когда Павел молился, «Господи, избавь меня от этого», Господь сказал, что ради чрезвычайности откровений, которые он проповедует, ему дано это жало вплоть. Таким образом, мы все немощные, и учащиеся, и учащие, потому что кто-то пребывает в нищете интеллектуальной, а кто-то нравственной, моральной. Это реальность, в которой мы живем. Павел развивает свою мысль от Него, то есть от Господа, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Действительно, несмотря на наши немощи, Христос является нашей праведностью, Он является источником нашего освящения и нашего искупления. Хвались Господом. Христианские экзегеты обращают внимание на этот призыв. Эти слова выражают основную мысль всего от дела, начиная с 1 Коринфянам, 1 глава, 13 стих. «Не учителей веры следует восхвалять, а самого Христа. Ему одному подобает слава». Это очевидная истина. Итак, друзья, сегодня мы приступили к изучению первого послания Коринфяна, первоверховного апостола Павла. Я прошу вас молитвенно поддержать этот курс, чтобы мы, если будем живы, Господь позволил бы, совершили бы его до конца. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Продолжение следует...